Я люблю тебя, Россия, дорогая наша Русь. Ветераны, студенты, детские коллективы и сотрудники компании уже готовятся к празднованию 9 мая. В рамках фестиваля «Голоса Победы» стартовали конкурсные прослушивания. Кор ветеранов областного МВД приехал, чтобы исполнить песни о Великой Отечественной войне. День Победы – это такой праздник, патриотизм, люди должны знать песни, какие мы раньше пели, как мы сейчас поем. Поэтому должны, ведь молодежь, допустим, присутствует, они должны знать, что люди воевали, побеждали. А как без этого? Хор МВД появился 15 лет назад. В репертуаре уже более 120 песен и шуточные, и патриотические. Ветераны часто выступают в разных районах Вологодщины. К каждому концерту они готовятся основательно. Ну, репетиция у нас стабильна, два раза в неделю, как бы. Песни нам подбирают руководители, но согласовывают с нами, естественно. Мы бывают права выбора и поспорим. Руководит коллективом уже четвертый год профессиональный хормейстер Сергей Семенович. Он уверен, петь должен только тот, у кого есть желание. К слову, в хоре МВД нет ни одного участника с музыкальным образованием. Самому старшему 85 лет, у всех звание не ниже майора. Моя задача сделать этот коллектив непохожим на, ну, вот эти вот многочисленные хоры, так называемые русские народные. Потому что, да, когда я пришел, ну, такие выходят бабушки. Я говорю, ребята, вы все в погонах. Вас у всех, вы всю жизнь, это самое, вы чего? Сарафаны-то нацепили. Песни о победе, о подвигах солдат на фестивале «Голоса Победы» звучат уже пятый год подряд. Многие участвуют не первый раз и знают, на что обращает внимание жюри. На интонацию, конечно, чтобы мелодия хотя бы была чисто исполнена и слаженность исполнения. Участвуют в фестивале люди разных профессий. В этом году выступят хоровые коллективы от полиции, налоговой службы и пожарных. Все они без профессиональной музыкальной подготовки. Большая часть коллективов, которые заявились, это вновь созданные коллективы специально для участия в этом фестивале. Люди объединяются для того, чтобы исполнять песни победы, чтобы через песню сохранить память, историю и отдать дань памяти и уважения тем, кто подарил нам эту великую победу. В апреле определят победителей, после этого сформируют ко дню победы сводный хор, который объединит более тысячи участников. Возможно, среди них окажутся и ветераны МВД. Рафик Исаев, Юлия Попова, Егор Плюснин. Новости.